Поздравляем, изучаем Тору, и конкретно изучаем мы книгу «Пути праведников». И мы уже блестим, блестим к завершению. Блестим к завершению, скоро будем праведниками. Как раз мы вовремя, вовремя мы подойдем к Рошеша на старт года, начало года, и, конечно же, год лучше, войти в него праведниками. И чтобы следующий год был очень-очень хорошим. Очень хороший, чего мы все хотим, и друг другу желаем. Это очень важное правило, что то, что ты желаешь другим, оно к тебе возвращается. Поэтому те, кто желают другим добра, оно к ним возвращается. А те, кто желают другим зла, то зло уже внутри них. То есть они уже во зле. Как говорится, и сразу всплывает вместо Тора в голове всплывает поговорка «любовь зла, полюбишь и козла». И вот тоже непонятно, как она вошла в голову, но почему всплывает такая поговорка. А многие люди ей верят, потому что раз у них в голове всплывают, думают они, значит, это правда, у плохого не всплывет. Но это вообще, если вдуматься, любовь – зла. Полюбишь и козла – то есть вообще полный нонсенс вообще. И любовь не зла. Что значит любовь зла? Любовь вообще не зла. Любовь – это самое доброе, хорошее, святое, что есть в мире. И вряд ли кто-то, вот, например, Лидия или Каролина, вряд ли полюбит козла. Правильно? Значит, почему вдруг человек, который любит, он должен полюбить козла? Нормально человек козла не любит, правильно? Вернее, он любит козлов, но именно рассматривает зоопарки. Теперь мы вчера остановились на том, что, значит, есть материальный мир, в котором есть материальный мир – это отражение духовного мира и проекция духовного мира. И тот, кто изучает Туру, он понимает, как работает материальный мир, как работает духовный мир и как надо действовать и жить в духовном и материальном мире, чтобы выполнять волю Всевышнего. Творца мироздания, который этот мир создал и сотворил. Теперь тот, кто выполняет волю Всевышнего и выполняет его заповеди, то, получается, он в этот момент соединяется с бесконечным источником всего и через вот эти вот заповеди соединяется с ним и переходит в бесконечность. А как следствие выполнения этих заповедей в этом мире у него все будет хорошо, или как следствие невыполнения заповедей Всевышнего у него в этом мире наступаются эти проблемы, То есть он бьется, там едешь ты неправильно, ударился, там ударился, здесь ударился, тут ударился. И ты такой оп, и благодаря этим ударам ты выруливаешь на правильную дорогу. Дальше здесь он рассказывает нам, вот мы пришли к тому, что самое главное изучать Тору с правильным намерением. То есть мы видим, что намерение это невероятно важная вещь. Потому что человек, который переводит бабушку через дорогу с намерением ее потом ограбить, то это не доброе дело. А человек, который бабушку сбивает с ног, чтобы ее спасти от проезжающей машины, спасти ей жизнь, он оказывается делает доброе дело. Вот и разберись, то есть этот ее переводит, но чтобы ограбить, намерение плохое. Злодей, этот сбивает, чтобы спасти, этот правильник. То есть мы видим, что намерение одно определяет. И даже в изучении Торы работает точно так же. Тот, кто изучает Тору для того, чтобы с помощью Торы соединиться со Всевышним и постигнуть волю Всевышнего и выполнить эту волю, то, конечно же, это дело, как говорится, богоугодное. Богоугодное дело. Теперь, что же такое Тора? Вот он говорит нам, автор этой книги. Теперь мне следует сказать о вопросах Талмуда и заповедей. То есть на нашем материальном языке Тора это не те книги, это не те формальные знания, которые, вот он сейчас нам расскажет, как они устроены. Все заповеди, которые были даны Машена Синае, Машера Бену Моисею, были даны вместе с толкованиями. Как сказано, я дам тебе каменные скрижали и Тору и заповеди. Значит, в книге Шмот прямо так и написано. То есть на горе Синае Машера Бену поднялся на 40 дней. Вначале Бог начал произносить заповеди, и ее слышали первые две заповеди. Слышал весь народ Израиля, все, кто к нему примкнули. На горе Синае они видели, написано, видели они. То есть там было вот, они видели то, что обычно слышат, и слышали то, что обычно видят. То есть у них полностью, как сказать, было измененное состояние сознания. Всевышний проявился в этом мире, и у них отлетали души. Они умирали, потом они души возвращались. То есть проявление Всевышнего было такое, что они попросили Машера Бену, сказали, ты говоришь о Всевышнем, а мы не можем, мы потом все сделаем. На оставе не шма, мы все сделаем, клянемся, и, значит, потом узнаем, что делать. Сейчас мы видим, что Всевышний, то есть они, когда Всевышний проявился, то они, сказать, вот здесь материальный, например, материальный там звук. Да, возьмем маленькая колоночка такая, какой-то маленький динамичек, да. И вот к этому динамику подключили такой провод, там, 380 вольт, и подключили к нему какой-то звук такой, да, от усилителя, который прям вообще там самый мощный какой-то усилитель, который на стадионы звук усиливает. И в эту колоночку включили колоночку. Что с колоночкой произойдет? Взрывается колоночка. То же самое человек. В каналы восприятия, 5 каналов восприятия человека, глаза, уши, осизание, запах, вкус. Глаза, уши, осизание, 3, запах, вкус, 5, правильно? И если через эти, есть духовный канал. А, допустим, духовный канал, как, ну вот как телефон, он же воспринимает телефон, там, какие-то, на какой-то волне он воспринимает какие-то там волны, да. Также у человека есть еще духовный канал. И вот, когда Всевышний проявился, то у них полетели все каналы восприятия. То есть, точно как у маленькой колоночки, когда в нее большой звук дать, она взрывается. Также они взрывались тогда. И Машера Бейну, поднялся он на гору, и 40 дней он находился на горе Синай. И он, он как бы воспринимал на себя вот это знание. Это как будто бы сейчас, например, Лазарь, Франкзо, Соз, да, вот, например, мы посылаем Лазаря Франкзо, посылаем его и говорим, иди, Лазарь, значит, выучи для нас, пожалуйста, там, какую-то песню, значит, придешь нам, споешь. Потому что мы не можем съехать на концерт, на концерт, там, группы какой-нибудь Оазис, которая у вас соединилась. Ну, ты, пожалуйста, съезди за нас, прям все запомни, все их песни, и вернешься, нам споешь песню группы Оазис, а мы пока посидим здесь, значит, отдохнем. И вот они тоже, они попросили Машера Бейну подняться на гору Синай, и сказали, ты говори с Богом, а мы, значит, подождем, потом нам расскажешь. Машера Бейну, как человек, который был на другой ступени человеческого развития, на другой ступени восприятия, на другом, ну, он был на другой ступени, да. Есть даже сейчас, есть люди, вот, Алексей Бессонов, да, он может посмотреть на Хоббек Рубика, закрыть глаза, его закрытыми глазами сложить. Или есть у моего друга Марка Гинсбурга, у него сын, который, он входит в Америке, там, в 100 самых известных запоминателей в Америке, да, и он запоминает 3,5 тысячи цифр в числе пи, после вот этого 3,14, 3,14, помнят большинство нормальных людей, а он помнит 3,14 плюс еще 3,5 тысячи знаков, цифр. Как это можно вообще? Как можно называть там в течение часа цифры, вообще без всякой логики, без всякой связи, наборы цифр и ни разу не ошибиться. Ну как, объясните, можно. И он еще не первый. Первые там, по-моему, 25 тысяч цифр запоминают. То есть мы видим, что Машера Бейна находился на другой состоянии, на другом состоянии сознания, он был на другом вообще уровне восприятия, и он получил эту тору. И когда он спустился, у него были скрижали. Первые скрижали, они были тоже, они как будто бы материализовались из духовного мира, что сделал Бог скрижали, и 10 заповедей были написаны на скрижали. Это было как передает нам устная тора, это были огромные сапфиры. Огромные они были сапфиры, и они сами Машера Бейна как бы поддерживали. Но, опять же, если мы поймем, что святая святых в храме, там внутри стоял ковчег, который был больше, чем по размеру, чем святая святых, мы поймем, как скрижали сапфировые огромные, как Машера Бейна с ними спустился. Но я думаю, что мы, кстати, с вами впервые, наше поколение действительно может понять, как это было, потому что мы живем в поколении коллайдера, это, как называется, коллайдер, в котором там 10 километров какая-то спираль и гоняет по ней какой-то атом, то мы, в принципе, можем понять, что всякое возможно. И сапфировые скрижали возможны, и атомный взрыв возможен. Как маленькая бомбочка, вот кусок какого-то урана, может взорваться и разрушить горы, да? А может, мы вот увидели, что да, может. То есть мы видим, что восприятие человека в нашем поколении расширилось, и мы поняли, что информация летает по звуку, в космос можно улететь, там, какие вещи еще произошли на нашей памяти. Но самая главная, удивительная вещь, которая вот мы сейчас живем, это то, что мы с вами сейчас смотрим урок «Я в Иерусалиме», и у меня все приборы, они не подключены проводами к вам никак. Вообще ни к чему не подключены. Вот прям вообще компьютер не подключен, значит, телефон не подключен. У тебя даже специально выключи тот же iPad, который мне YouTube передает. Все, ничего не подключено. Три куска железа, пластика, стекла, может быть, да? Три куска вот этих вот стоят на столе. Я говорю вообще без всяких. Вот у меня, видите, вот они ручки. Вот она книжечка. Я говорю, а вы сидите по всему миру, да? У нас сейчас на уроке, там, допустим, больше 200 человек. И больше 200 человек находятся в разных концах мира, тоже с какими-то кусочками металла, пластика, стекла, ни к чему не подключены. И мы общаемся. Поэтому мы можем понять, действительно, что было пророчество, что Машир Абейн поднялся на гору Синая, что он от Всевышнего получил информацию, получил эту информацию, и он эту информацию сохранил. А может, он просто из облака качал, да? Нам теперь понятно, что не обязательно даже на устройстве хранить информацию. Есть устройство, а есть облако, и ты из облака качаешь. Так пророки получаются. Они ничего могли не помнить. Они просто из облака качали. Они были подключены к духовному миру, и они получали знания. О, нам понятно, потому что мы живем в поколении, которое называется поколение знания, познания, которое перед приходом на шеяха. И поэтому нам понятно. Теперь, он говорит, не следует сказать о вопросах Талмуда и заповедей. Машер Абейну получил на горе Синай, Скрижале, Тору и заповеди. Так написано в Торе. Значит, Тора – это учение письменное, заповедь – это ее объяснение. И Бог заповедал нам исполнять учение согласно заповеди. Эта заповедь есть то, что называется устным учением. Всю Тору записал Машер Абейну перед смертью своей рукой и дал записанное каждому из двенадцати колен. В пустыне, после сорока лет в пустыне, Машер Абейну на пергаментах из шкур животных. Так пишут Тору до сегодняшнего момента. Не вообще. Вы знаете, вот есть одно место всего в Торе, где по написанию одной буквы, вот сейчас как раз сегодня была, в неделе это говорим, всего одно место есть во всей Торе, где есть разночтение, как писать одну букву. Одни говорят, что в конце есть буква «эй», а другие говорят, что в конце есть буква «алев». Смысл слова не меняется, об этом не спорят. Единственное, во всей Торе, значит, 613 заповедей. В Торе, насколько я помню, там 600 тысяч букв. Ну, то есть, это огромный-огромный свиток такой, да, всего лишь одна буквочка отличается во всем мире. И то, вот есть там свиток Торы, сохраняются там тысячи лет этим свиткам со всего мира. И всего, вот, есть одно расхождение. Можете себе представить. Машер Абейну через 40 лет в пустыне, он записал письменную Тору, записал на этих свитках и раздал, и дал записанное каждому из 12 колен. Одну книгу поставил в Ковчег Завета. Заповедь, объяснение учения, то, что он получил от Всевышнего понимание, полное значение всего, что написано в письменной Торе, это называется устное учение. Не записал Машер, но передал устно. Старейшинам было 70 старейшин, и Еушуа Бенуну, своему преемнику, и остальному Израилу. Как сказано в написанной Торе, все, что я приказываю, вам соблюдайте, исполняйте, не добавляйте к этому, и не уменьшайте это. Потому и называется учение устное. И со времен Машер Абейну, и до времени Рабейну Акадоши, это 120-й год нашей эры, Раби Ода Анаси, не было написано книги для всех, чтобы учиться по ней. Все учили наизусть. То есть Машер Абейну передал, значит, все передавал устно, и все учили наизусть. И вот тут я поставил 5 воприцательных знаков, и 3 черточки внизу почеркнул, чтобы эту мысль, на нее обратить внимание. Вот я все пытаюсь запомнить, 28 глав из этой книги. Вот я их все пытаюсь запомнить, и, значит, повторяю. Повторяю, иногда повторяю, иногда нет. Вроде уже запомнил. Но я обратил внимание, что когда запоминаешь наизусть, вот эти вот 28 всего лишь глав названий, я же запоминаю не весь текст, я запоминаю только название, там я, я не знаю, 5 минут могу повторить перед занятием, то входишь в другое состояние сознания. То есть для того, чтобы 5 минут повторять, вспоминать, ты должен очень сильно напрячь фокусировку внимания и напрячь свою концентрацию, внимание, мышление. То есть ты не можешь ему дать вот так вот полностью скользить там куда-то, а у нас тут передался, у вас. То есть ты должен сконцентрироваться. И когда ты концентрируешься, и когда ты реально запоминаешь наизусть, происходит внутри какой-то клик через какое-то время. Его многие добиваются с помощью долгих медитаций, когда они сфокусированы, сфокусируются на каком-то одном там объекте, слове и держат внимание, не отвлекаясь. И в какой-то момент происходит сдвиг сознания, то, что называется сдвиг восприятия. И восприятие становится другим, оно меняется. То есть становится как-то в какой-то момент, и вдруг как будто бы пелена такая спадает, и ты начинаешь очень четко, внимательно осознавать то, что происходит у тебя в уме. То есть ты не как бы в потоке плывешь в бурлящих вот этой мысли-мешалке, а ты из-за того, что ты 15-20 минут держишься на одной какой-то фокусировке мысли, в этот момент происходит расщепление. Вот это я, которое обычно оно плескалось и ныряло там из мысли в мысль, вдруг оно, опыт ты понимаешь, что я – это я, мысль – это мысль. Это две разных сущности. И как будто бы внутри происходит вот это расслоение между эго, то, что называется эго – работа ума, и то, что называется сущность человека, его точка сборки, душа, его истинная такая настоящая природа, которая пользуется мыслительным аппаратом, который запрограммировали те люди, которые были вокруг нас. Поэтому так все сейчас присутствующие помнят мысль «Любовь зла, полюбишь и козла», хотя эту мысль никто не придумал, ее никто не сочинил, ее никто не проверял ни разу в жизни, скорее всего, на ее логическое соответствие реальности. Но вот это вот мысли аппарат человека – это просто запоминающая машина, а я человека – это разное, это что-то другое. И вот когда человек учит что-то наизусть, значит, я запоминаю какие-то мысли, и я их запоминаю, вспоминаю, запоминаю, вспоминаю, запоминаю, вспоминаю, в этот момент я понимаю, есть я, есть мысли, которые я прессую в свою долговременную память. И я не есть мои мысли. Я – это я, мысли – это мысли, это разное. И вот из-за того, что на протяжении почти двух тысяч лет, больше получается, ну, около двух тысяч лет, Тору передавали в устной форме, то те люди, которые передавали Тору в устной форме, благодаря тому, что они всю свою жизнь запоминали, вспоминали, повторяли эту Тору, они выходили на совершенно другой уровень сознания, восприятия, то есть не только за счет того знания, которое они изучали, они отличались от обычного человека, но и за счет метода восприятия реальности, они тоже отличались. Теперь все учили наизусть, но в каждом поколении глава суда, Санедрин – это был суд, или пророк, который был в том поколении, записывал для памяти поучение и толкование, которое слышал от своих учителей, и устно, опять же, учил других. Кто-то делал какие-то заметочки, какие-то коды условные и так далее, но говорит автор книги, что все равно какие-то записи были. Каждый записывал посильнее для себя, не было же книг, не было бумаги, не было ручек, тогда записать это нужно было, или на камни выбивать, или ходить там с пергаментом, на пергаменте чернилами, потом этот пергамент с свиток скрутить, и этот свиток нужно было, он же без заглавия, без, как ты знаешь, тут один свиток, тут другой, то есть это был большой головняк, поэтому они записывали какие-то каждые для себя просто напоминалочки, но были пророки, были 13 способов рассуждения, то есть было 13 способов расшифровки, и можно было, в принципе, проверить любую идею из устной торы, можно было проверить по коду, где она фиксировалась в письменной торе, то есть обязательно они должны были сочетаться, устное учение, это было разъяснение письменного, поэтому они сочетались, дошли они до эпохи Раби Иуда Анаси, и когда Раби Иуда Анаси увидел, что в его дни положение изменилось, учащихся становилось все меньше и меньше, а беды возобновляются, Рим расширяется и усиливается, это было уже после разрушения второго храма, он жил в 120 году нашей эры, а римляне разрушили второй храм в 70 году, то есть он жил через 50 лет после разрушения храма, и он видел, что сыны Израиля все удаляются и удаляются в разные страны из-за беда и умлетения, в то время как вот, например, сейчас в Америке хорошо, а тогда было очень хорошо в Вавилоне, сейчас в Вавилоне плохо, Вавилон это Ирак, и в то время евреи уезжали в Вавилон из Израиля, в Вавилон, в Израиль, в Рим уезжали, ну, их туда многих угнали в Рим, некоторые туда потом сами уехали, и когда он увидел, что евреи растерянные, могут забыть учения, он составил Мишну, чтобы она была у каждого, чтобы ее изучали, чтобы она не забылась. То есть Раби Уда Анаси составил 6 разделов Мишны, и он туда внес, и все свои дни он вместе со своими сподвижниками изучал Мишну публично, а перед ним сидели великие мудрецы Израиля, которые учились у него, а с ними тысячи и десятки тысяч остальных мудрецов. И ученики Раби Уда Анаси также составили свои труды. Раф, какой он был ученик, он составил сборник, назывался Сифра, значит, объясняющий, откуда Мишна, откуда устная Тора соединяется с письменной Торой. То есть кто-то был такой великий ученый, он говорит, вот эта устная Тора записал Раби Уда Анаси 6 разделов Мишны, 60 трактатов. И он по каждому, в каждом трактате, например, по 5 глав, и в каждой главе по 10 в среднем Мишна йоту, 10 до 20. Ну Мишна это как бы там 2-3 строчки, такое отдельное высказывание. И он сказал, где вот эта вот устная Тора Мишна, где она отражена в письменной Торе в пяти книжах. Дальше был Раби Хия, составил Тасепту, разъясняющий смысл того, о чем говорит Мишна. Раби Уша и Бар Капара составили Барайта, разъясняющие слова Мишны. То есть устная Тора, она была с разных сторон, как сказать, под торта, другими записями устной Торы, устного учения, которые разъясняли уже Мишну, которые соединяли Мишну с письменной Торой. То есть это было все как раз в поколении от 120-го года до 200-го года нашей эры. И в итоге Раби Йоханнен в Эрец Исраэль, в земле Израиля, чтобы не говорили, что откуда евреи, вот мне так это смешно, что вот евреи захватили какую-то Палестину. Вот есть Иерусалимский Талмуд, который был записан через 300 лет после разрушения храма, то есть между 300-м и 400-м годом нашей эры. Иерусалимский Талмуд до сих пор учат во всех Ешивах. И Раби Йоханнен, который жил в Иерусалиме, составил Иерусалимский Талмуд. Раби Йоханнен жил в Иерусалиме, и потому этот Талмуд называется Талмуд Ирушавм, Иерусалимский Талмуд. Через 100 лет Раваши, живший в Вавилоне, составил Вавилонский Талмуд, Талмуд Бабли. Эти два Талмуда толкуют и разъясняют слова Мишны и выявляют ее глубины, а также и то, что обновлялось каждым собранием мудрецов и так далее. Значит, вот тут мы остановимся сегодня. Или давайте... Получается, что все вот эти вот источники, вся устная Тора, она растолковывает и объясняет. Что они объясняют вообще? Чем они и занимаются? Первое, они занимаются понятным, что запрещено, а что разрешено. То есть Всевышний что-то запретил, что-то разрешил. Что такое чистое духовное, что такое нечистое? Что есть обязательное? То есть, что ты обязан делать? И что ты не обязан делать, но можешь делать? Что такое кошер? Кошер это годится переводится. Слово кошерное это пригодное. Вот еда кошерная, это пригодная еда. Не кошерная, не пригодная. Значит, что такое кошер? А что пасуль? Пасуль это запрещено. Получается, что то, что Машер Абельно получил на горе Синай и передал еврейскому народу, из поколения в поколение передавалось, передавалось, передавалось. И в итоге вот мы сегодня имеем огромную, бесконечную устную Тору, которая объясняет нам Тору письменную, письменную Тору, ну и так далее. Вот так, дорогие друзья. Так что повезло нам. Ну, чтобы мы поняли, что каждое слово Тора, которое мы изучаем, если оно с намерением постигать Всевышнего и соединиться со Всевышним, оно соединяет со Всевышним. То есть тут самое главное, для чего ты это учишь. Потому что если ты просто учишь, но это просто, значит, какая-то информация. Все время мне всплыла, как мышление работает, удивительно. То есть я в какой-то, рассказываю серьезные вещи, а у меня всплывают постоянно из подсознания, из долговременной памяти, «То любовь знал по любви козла». Сейчас всплыл мне анекдот, когда собака приходит на почту. Еще в те времена, когда мы с вами ходили на почту, если кто ходил, помнит, еще были телеграммы. И приходит собака на почту и говорит, мне нужно отправить телеграмму своей дальней родственнице другой собаке. Значит, сколько стоит? Та говорит, стоит там 15 копеек слова, но не меньше там 10 слов. Собака говорит, хорошо, тогда пишите. Гав-гав, 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 гав-гав. Та посчитала слова, говорит, у вас 9 слов, а вы все равно платите за 9, за 10, меньше 10 слов нельзя. Так добавьте еще одно гав. Собака на нее смотрит, говорит, ну вы вообще, говорит, если еще гав добавлю, такая чепуха получится, что просто вообще не пойми. Вот эта вся Тора, она для кого-то может быть вот такой, как гав-гав-гав-гав, да, то есть непонятно. Значит, но есть люди, которые только этим живут, и для них каждый нюанс, каждая буква, каждое слово, оно имеет невероятное значение. И, как написано в трактате Проход, что Ихатам Арбе, Ихатам Имид, неважно, ты много учишь Тора или мало учишь, Вильваджи и Каве, Любовь Лишамаем. Главное, чтобы твое сердце было направлено в небеса, ко Всевышнему, чтобы твое намерение было веселое, веселое, правильное, счастливое, соединиться со Всевышним, реализовать свой духовный потенциал, и тогда будет все хорошо. Все, мы сейчас с вами хорошо поучились. Спасибо Всевышнему, спасибо вам, спасибо платформе Вайкра, спасибо всем партнерам, спонсорам, друзьям Вайкра, которые помогают нам расширяться. Мы сейчас прям вчера сделали очень большой план на ближайший год. Очень важно перед Роша Шана в духовности брать на себя какой-то рост, какое-то усиление. То есть, чтобы жить на земле не зря, чтобы Всевышний сказал, найдем вам еще один хороший год, живите, радуйтесь, создавайте, приближайтесь ко Всевышнему. Это то, что я сегодня утром думал, вот как приблизиться ко Всевышнему. Самый простой, приятный способ это благодарность, которая вызывает любовь ко Всевышнему. То есть, можно идти через знание, это хороший путь, но тяжеловато, напрягаться, надо учиться, запоминать. Можно идти через страх, да, то есть, бояться Всевышнего, что вдруг что-то случится. А можно идти через любовь, которая является следствием благодарности. И это лучший путь, все время быть на контакте со Всевышним. Если ты благодарен Всевышнему за все, что он для тебя делает, а здесь можно каждую секунду говорить по 10 благодарностей, просто надо быть благодарным человеком и видеть правду, что каждый вдов, каждое мгновение, каждая секунда, каждое движение, это подарок от Всевышнего. И вот, когда ты это видишь, что в этот момент ты соединяешься со Всевышним и выполняешь главную цель творения, главную цель нахождения в этом мире. И, бах, еще и получаешь невероятное удовольствие, потому что благодарность, следующий шаг, любовь, любовь соединяет тебя со Всевышним, а когда ты соединен со Всевышним, он тебе все даст, все, что тебе нужно. Поэтому это идеальный способ. Все, всем удачи, успехов, до завтра.